Книга «Открытым оком», том 21, тема «Пища», вопрос 3407. Можно узнать конкретно, каким событием был вызван из небытия каждый православный пост, кем и когда. У евреев это можно было узнать, что мы и показали, а у православных это сокрыто в песках египетских, византийских анналах. Вот что говорится о том, почему мы имеем Масленицу. Ираклий, 575 год, Каппадокия, 641 год, год смерти, 66 лет жил Константинополь, византийский император 610 года. Царь Ираклий дал обет Богу, что если он укрепит его против Хазроя, царя Персидского, с которым он воевал 6 лет, то запретит употребление мяса в этой неделе, хотя прежде оно было употребляемо. Таким образом, он узаконил вкушать только одни сырные и молочные яства и установил седмицу между постом и мясоедом. Хотя это учреждение первоначально и от этого последовало, но святые отцы впоследствии заблагорассудили установить это навсегда для некоего предочищения, чтобы мы не тяготились, переходя вдруг от многояденья и мяса к чрезвычайному посту. И чтобы не повредилось наше здоровье, но чтобы тихо и мало-помалу отвыкали от сырных яств, и через отнятие этих снедий, как кони некрепко занузданные, кротко приняли бразды поста. И таким образом, позаботясь о душе, искусно распорядились и с телом, отсекая мало-помалу всякие препятствия к посту. Новая скрижаль, часть 2, параграф 3. Полный церковно-славянский словарь Григория Дьяченко. Вот и рассуди, какое отношение мы имеем к царю, который воевал только с одним царем персидским 6 лет. Ни с чего не видно, что этот царь Ираклий был вообще христианин. И это обет его, а не мой, пусть бы он и постился за то, что воевал, и столько народу за 6 лет положил. Обет безумный дал и Ефай, что принесет Богу в жертву то, не зная что. И наткнулся на свою дочь. Но не делать же из этого свой пурим на 2000 лет. А уж обосновать можно все, что только заблагорассудится, чтобы обуздать плоть. И пусть бы обуздывали монахи, давшие такое красивое обоснование масленицы. А для чего она нужна тому, кто работает на тяжелой работе и живет нормальной брачной жизнью? Ни на один вопрос, ни на один монах не ответит. А теперь только и слышно. Широкая раздольная масленица. И придуманная для добра, она послужила к еще большему возлиянию и разгулу языческой души, невозрожденной во Иисусе Христе. Успенский пост ясно говорит об успении Божьей Матери. Пост всегда означал печаль, а не радость. Успение Бога Матери уже не есть знак ветхозаветной скорби, но благословение. Филистимленам 1.23 Имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Бог есть любовь, лишь тот, кто Бога знает, в чьем сердце дух Христов огнем горит. Ко всем любовь тот искренне питает и всех своей любовью дарит. Бог есть любовь, сия любовь не судит. Любовь готова все простить, покрыть. И тот, кто Бога всей душой любит, тот также будет ближних всех любить. Бог есть любовь, любовь всегда готова своим теплом весь мир согреть, обнять. И изнемогшим здесь в борьбе суровой надежды, луч и счастья всем подать. Бог есть любовь, искренно желая, детьми живого Бога здесь прибыть. Мы все должны себя позабывая, Христу подобно всех людей любить. Е. Шарипанова